Здравствуйте! Это программа не только о книгах. Меня зовут Николай Александров. А в гостях у меня сегодня Евгения Лавут, литератор, поэт, редактор, в частности, редактор интернет-портала «Слова вне себя», который совсем недавно появился и о котором пойдёт у нас речь в первую очередь, наверное. Женя, привет! Привет! Рада тебя видеть. Я тоже. Ну, слушай, ты же сейчас в Белисе, да? Я понимаю, да? Как обстановка? Как прошли вчерашние манифестации? Заметно что-нибудь или нет? Ну, там, где я живу, ничего не заметно. Всё, как обычно, происходит. Такая нормальная городская жизнь. Но, конечно, заметно. Конечно, мы все волнуемся, переживаем за Грузию и посмотрим, что будет. А что в воздухе? Какие настроения? Или это трудно считать вот сейчас? Это трудно считать. Когда смотришь издалека, кажется, что весь город должен гудеть, что должно быть заметно, что что-то происходит. Но, на самом деле, гораздо больше было заметно, что что-то происходит, когда Грузия играла в футбол. Да, понятно. Ну, да, действительно. Надо сказать, что... Говорят, более заметно даже, когда Наполе играет, не только там какой-то чемпионат Европы, а вот когда Наполе, всё. Поскольку главные герои там. Конечно, было заметно, когда были вот эти масштабные протесты против закона об агентах. Это, пожалуй, чувствовалось. Это чувствовалось даже в тех районах, которые были далеко от проспекта Ростовели. Была такая напряжённость. А уж на Ростовели тем более. И это действительно были масштабнейшие протесты. Сейчас мне даже немножко обидно, когда, так сказать, наши соотечественники пишут о том, что, ну да, мы видели в 2012 году... Вот-вот, нет ощущения этого дежавю, да, 2011-2012 года? На самом деле тут всё немножко по-другому, как мне кажется. И что очень важно, кроме протестов, то есть понятно, что протест перешёл в немножко другую фазу. Если это были толпы людей, когда люди пытались противостоять закону об агентах, это были действительно гораздо большее количество, чем, например, в Москве в 2011-2012 году. Если мы сравним, какой процент от населения Тбилиси, например, составляют протестующие, это как если бы в Москве вышло, ну так, минимум, 2 миллиона человек. Это всё-таки другой масштаб. Сейчас эта акция была менее многочисленной, но зато гораздо более заметно, что оппозиция готовится к политической борьбе. Но про это, наверное, лучше буду рассказывать не я, есть... Да-да-да, я понимаю. Я скорее о настроениях, да. Вот есть ощущение безнадёжности или всё-таки есть какой-то оптимизм и прочее? Почему я, собственно, 2011-2012 год, ведь, наверное, все почему вспоминают? Оптимизм нет. Ну что же, действительно, нам-то остается только верить, да, и встречать этот опыт с тем, который уже у нас существует. И прошло уже, тем более, ну что, практически уже 15 лет, да, ну, во всяком случае, 12-13. Жень, ну, Тбилиси, в общем, по самого разного рода сведениям, такой разнообразной жизнью живёт. Понятно, что меня в большей степени интересует литературная жизнь, да. Я знаю, что целый ряд клубов, центров, ну, книжный магазин, Академия, например, я знаю. Я думаю, что этим не исчерпывается культурный Тбилиси. Нет, нет, этим совсем не исчерпывается культурный Тбилиси. Здесь есть, например, замечательный совершенно книжный, который называется Аудитория. Это не только книжный, это такой центр, я бы сказала. А я сказал Академия, я аудиторию имел в виду, извините. Да-да-да-да-да. И то, и другое, да-да-да. Это Аудитория. Есть ещё магазин, который называется On the Same Page, который немножко другой. Он более себя, ну, как сказать, представляет как такое более изысканное, что ли. Там есть Камин, французское вино, много книг на украинском. В общем, что-то здесь всё время такое происходит. Аудитория, конечно, совершенно незаменима. Я её для себя называю приходом, потому что действительно как такой приход диаспоры. То есть всё крутится вокруг него, вся культурная, социальная жизнь в значительной степени. Хотя есть много всего другого. Есть papers, есть реформ тбилисский, есть много разных точек. И что важно, что помимо этих точек есть очень много просто всякого неформального общения. И люди очень друг друга поддерживают. И не только в каких-то бытовых вещах, скажем так. То есть русскоязычная диаспора достаточно активна. Или вовлечена не только русскоязычная диаспора, но и та часть грузинского населения, которое по-русски бывает. Нет, на самом деле русскоязычная диаспора активна, я бы сказала, внутри себя. Есть точечные, скажем так, контакты с грузинами. У кого-то есть грузинские друзья. К сожалению, никаких совместных проектов с Грузией у нас сейчас нет. И я думаю, что по объективным причинам их быть не может. Потому что те, с кем мы могли бы их строить, с кем вместе мы могли бы что-то придумывать, для них любая ассоциация с Россией, с русскими сейчас невозможна. Ну, ты же всё-таки эти два года не ограничивались твоей жизнью в Тбилиси, да? Я так понимаю, что ты всё-таки поездила по разным местам, где также ощутимо русскоязычное присутствие. Можно ли как-нибудь с чем-то сравнивать, не знаю, с Францией, Германией? Словно, ну, везде по-разному. Мне кажется, мы сейчас потихонечку переходим к нашему проекту. Да-да-да, конечно, да. Да? Потому что везде есть свои локальные вайбы, скажем так. Везде есть специфика, есть какие-то определённые характеристики тех людей, которые, скажем так, застревают или остаются надолго по собственному выбору в тех или иных местах. Но при этом, чем дальше, тем очевиднее становится понятно, что это обе культурное поле. И мне кажется, недавняя ярмарка от Нижней башни, которая прошла в Праге, это очень здорово показало, что... А ты, кстати, была на ярмарке? Потому что я не был. И мне кажется, что на самом деле эта ярмарка, на ней многие не были, потому что не ожидали, что она получится такой масштабной, на самом деле, репрезентативной и важной. Мы как раз, вот это был один из наших первых материалов, мы сделали опрос участников ярмарки. И практически все говорили, что, ну, во-первых, не ожидали такого резонанса. Во-вторых, совершенно очевидно, что такие книжные ярмарки должны происходить и в других местах, и что на них будут приходить люди. И еще, что мне показалось очень важным, что те старые мигранты, те старые мигрантские издательства, которые, ну, существовали в таком спящем, что ли, режиме, сейчас задумываются о том, чтобы снова издавать... Да, да, я слышал, очень многие об этом говорят. Более того, Тургеневская библиотека, которая в большей степени известна как некий центр, сейчас начинает функционировать в Париже, во Франции. А сейчас начинает функционировать и как издательство. И действительно происходит некоторое оживление. А хочется сразу тебя спросить, ну, вот, по твоим ощущениям, уже спрашиваю тебя как редактора, не только портала «Слова вне себя», но и как книжного редактора. Собственно, то, чему ярмарка посвящена, контакты между издательствами, вообще некоторые манифестации, вот эти цели, с твоей точки зрения, выполнила пражская ярмарка или нет? Ведь, ну, на самом деле все сталкиваются с этими трудностями. Приобретение прав, переводы зарубежных книг или, наоборот, переводы с русского на иностранные языки, это, в общем, ощутимо как некая проблема. Ну, я там не была, я не знаю, что происходило в куарах ярмарки. Я думаю, я предполагаю, что практических целей, практических задач пока эта ярмарка не решила. Это первый пробный шар, что ли. Но постепенно, постепенно это совершенно очевидно, что начнет происходить. Потому что это такой вышел тэнклинг или оптинизм. Мы видим и по другим каким-то признакам, да, что, ну, во-первых, мы видим, что издательства объединяются, что произошел, что создан проект 24, в котором объединились. Новое издательство, Бабельбукс и Гипербореус. И кажется, это всё, но, тем не менее, это очень важно. Это книги, которые будут издаваться одновременно в разных местах, в разных точках. Ну, пока Европа, да, а потом посмотрим. Потом ещё одна важная штука. Как мне кажется, что многие уехавшие акторы, что ли, культурного процесса сейчас взялись за новые проекты. Мне кажется, очень важным в этом смысле открытие «Бабельбукс Берлин» и то, что «Бабельбукс Берлин» сейчас издаёт свою первую книжку. Как мы знаем, это книга написана Женей Беркович в Перме. Между тем, Наташа Смирнова уехала, мне кажется, в 2015 году. Да. Наташа Смирнова, которая возглавляет «Бабель» в Берлине, я на всякий случай скажу. Да, да, да. Да, ну и, собственно, этот издательский проект, потому что, собственно, началось с Тель-Авивского «Бабеля», который, в общем, уже теперь может позиционировать себя как вполне себе состоявшееся издательство, да, и такая поддержка «Берлина». Ну, и не говоря уже о тех издательствах, которые совсем недавно появились, то есть там «Бабук», «Видимбукс», «Фридом Леттерс» и так далее, и так далее, да. Ну, давай в связи с этим как раз поговорим о портале «Слова вне себя». Начинался он как телеграм-канал. Можете рассказать, собственно, как возникла эта идея, да, и что сегодня можно на этом портале найти, потому что, на самом деле, это чрезвычайно важная вещь. Вот мы говорили сейчас точечно о каких-то событиях, какие издательства появляются и прочее, прочее, но не менее важно понять, какие площадки где существуют, вообще, собственно, что происходит, а происходит довольно много, да. И вот этот некоторый дефицит или разрозненность информации, которая существовала до недавнего времени, да, она как будто требовала того, чтобы её как-то объединить, аккумулировать для того, чтобы был некий ресурс, в котором ты можешь многое для себя найти. Вот давай тогда, собственно, об этом проекте более пристально, да, более внимательно поговорим. На самом деле начинался этот проект не как телеграм-канал. Мы, когда мы строили телеграм-канал, мы начали уже делать сайт, телеграм-канал был таким способом внедрить наше название, нашу повестку, то, о чём мы собираемся писать. И идея нашего портала в том как раз, несколько, на самом деле, несколько у нас задач. Во-первых, сейчас довольно мало книг, довольно мало площадок, на которых можно просто опубликовать рецензии на хорошие книжки, как ни странно. Фактически кроме горького и каких-то уже более узколитературных. Ты имеешь в виду в данном случае российские СМИ, да? Да. Иными словами, человек, который живёт в России, он ограничен уже в этих способах, как бы и поиска информации, и самое главное, потребление информации. Да, и мы хотели связать, то есть создать такую цепочку, чтобы человек, который живёт в России или не в России, чтобы он мог прочитать про книжку, что-то понять про её автора и понять, где эту книжку можно купить. Это важно. У нас на сайте есть ссылки на те книжные магазины в разных совершенно городах, где можно купить ту или иную книжку, изданную в России или в там издате. Неважно. То есть это создание такого общего культурного поля, что ли. Сейчас много говорят о том, что между уехавшими и оставшими пролегает какая-то пропасть, но... Пропасть-то нет, на самом деле. Какая пропасть? Смешно, как всё равно люди. Друг к другу молчаются, говорят. Друг к другу молчаются, но, безусловно, какие-то вещи они смотрят по-разному. И в чём-то действительно взгляды, просто привычка даже смотреть на вещи, она немножечко... Эти привычки становятся разными. Но как раз и важно, чтобы была какая-то площадка, где можно эти вещи обсуждать, где будет понятно, чем они разные, насколько они разные. Ну, здесь нужно ещё учитывать, конечно, что условия в результате оказываются разные, да? И всё-таки даже ещё два года назад такого гонения вот на эту гуманитарную книжную часть не было. Издатели чувствовали, ну, осторожно, но тем не менее свободно. Сейчас ситуация совершенно изменилась. И на самом деле запрещение книги может происходить по каким угодно причинам. И более того, ну, собственно, есть примеры, да? Вот совсем недавно вышедший фокус Марии Степановой. Если вы посмотрите разные издания, это как раз часть такого проекта 24, Женя, о котором ты говорила, да? Если сравнить то, как выглядят, собственно говоря, книги, вышедшие за рубежом. И в России эта разница бросит в глаза, потому что часть текста, причём, с моей точки зрения, абсолютно невинная, всё равно понятно, о чём она речь, в книге, которая выходит в России, которая доступна российскому читателю, там, значит, существуют строчки забрюленные, при том, что, в общем, никакой там... На самом деле-то и агрессии нет, потому что это в большей степени разговор о человеке, который переживает ситуацию военной. И тем не менее, тем не менее, вот такая осторожность присутствует. И эта разница становится ощутимой. Да, не единственная книжка, в которой это сделано, и это на самом деле проблема, потому что получается, что сонсорт вам издательств, это отлично, но тем не менее, например, человек, который живёт в Белиси, он купит книжку, изданную в России, и в результате, живя в Белиси, где он не чувствует, там, может быть, грузины чувствуют репрессии своего правительства, да, какое-то давление своего правительства. Мы давление своего правительства здесь не чувствуем. Впрямую мы можем читать всё, что угодно, и говорить всё, что угодно, но при этом книжка к нам попадает за блюрен. Смешно, да. Это конкретно характерно. Это еще один признак того, еще одно свидетельство того, что не зря мы называем Белиси Касабланкой, потому что она как бы... Ну, хорошо уже, понятно, Жень, что вот и в этом смысле этот портал каким-то образом, то есть просто не каким-то, а вполне конкретным образом способствует вот этому объединению самых разных информационных потоков, да, и потому что, в общем, даёт возможность хотя бы в рецензии увидеть то, что, не знаю, зачёркнуто или о чём умалчивается, допустим, в русскоязычных изданиях. Но я так понимаю, что ведь не только... Иными словами, вот книжные новости это одна из рубрик, да, или нет, или это всё попадает в новость, да, потому что, ну, вот если посмотреть на портал, новости, события, тексты, книги, вот, может быть, ты скажешь немножко ора или лонгрид, ещё одна рубрика существует. В чём, вот как устроен этот портал, каким образом им пользоваться, да, как инструмент? Ну, нам больше не менее все понятны, как им пользоваться, как инструментом, значит, события — это то, что происходит в разных местах. Для нас важно, что мы показываем, что одновременно происходит там, в купе в Тбилиси, в Гибриде. И мы понимаем, этот телеграм-канал тоже у нас выходит, и мы понимаем, что, наверное, человек, который живёт в Тбилиси, он знает, что происходит, но тем не менее, когда он видит, что он не один, да, что что-то происходит в русской диаспоре, что культурная жизнь не стоит на месте. Мне кажется, что это как-то поддерживает. Но информационная составляющая тоже, конечно, важна. У нас есть рубрика книги. В рубриках книги просто можно посмотреть на обложку книги, посмотреть, где её можно заказать, в каком книжном, где в мире её можно заказать. То есть это своего рода каталог такой виртуальный, да? Да, который пополняется. Пополняемый он сейчас неполный, безусловно, и он не может быть совсем полным. Да? У нас есть рубрика. Хильда, ну-ка, тихо. У нас есть. У нас слушатели, да-да. Как собак-то зовут, скажи, Женя, чтобы мы бы поминали по именам. Там вот Хильда и Барсук. Хильда и Барсук. Знакомые мне. Замечательно. Вот. У нас есть рубрика рецензия. Понятно, да? Это рецензия на книгу. У нас есть рубрика интервью. Пока у нас вышло интервью с Леной Панайловой, и, по-моему, она очень много важных вещей сказала. И как раз такое интервью, наверное, не могло бы появиться на российской площадке. И такого рода тексты для нас очень важны, потому что у нас нет ограничений в том, как мы, что называем. У нас было интервью с Яковом Плоссом, который сейчас выпустил в англоу книгу «Тро там издак времен холодной войны». Ну, кстати, у Лены Панайловой тоже в сборник вышел. Да, у Лены Панайловой вышел. В сборнику у Лены Панайловой вышла билингва. Она подробно говорит об этом интервью. В интервью, почему после 2008 года она выпускает только билингвы, это не напечатается в российских издательствах. Кстати, с интервью Якова Плосса была смешная история. Мы вроде бы все вычитали, какие-то там ошибки были поймены на сайте и исправлены. После этого, примерно через неделю, после того, как это интервью вышло, я смотрю на название и вижу, что там написано «Контрабандная литература в эпоху новой холодной войны». Эту опечатку никто не заметил, потому что, видимо, это совершенно не показалось... Ну да, логично, действительно. «Контрабандная литература в эпоху новой холодной войны». В принципе, можно было бы сделать это под заголовком к нашему проекту. «Контрабандная литература в эпоху новой холодной войны». И на следующей неделе выйдет к интервью с Ленур Горалли. Такого рода интервью, мне кажется, очень важным, потому что это история стратегий осмысленной жизни той ситуации, в которой мы все оказались. Ну и еще существует лонгрид, который совершенно иначе соотносится с текстами и рецензиями, я так понимаю. Ну лонгрид — это скорее просто некий неформат, который не относится ни к текстам. Да, есть еще, конечно, тексты, тексты... Сейчас про тексты скажу. Да. Тексты — это любые художественные, не художественные тексты, просто из тех книг, про которые мы пишем. То есть это просто уже отрывочки из книг или не обязательно из книг, или то, что это может быть предпубликация? Да-да-да, это может быть републикация, это могут быть новые тексты поэтов, которые не вошли еще ни в такие книги, а только что появились, они нам разрешили запубликовать. Но, конечно, когда мы пишем про какую-то книгу, рецензии или интервью, или то и другое, то мы тут же помещаем фрагменты из произведения, о котором мы пишем, или из книги, о котором мы пишем. «Лонгрид» — это рубрика могла бы называться «Информат», это не рецензии, не интервью, не текст, там будут авторские колонки. В рубрику «Лонгрид» отнесен обзор журнала первый, который у нас вышел, у нас вышел обзор нового номера журнала «Воздух». Тоже, кстати, характерная история с журналом «Воздух» произошла два года, он не выходил, и сейчас он начал выходить с нового. Да, довольно забавно, что именно журнал, посвященный поэзии, оказался первым журналом, который попал в обзор. Что с него, собственно, все начинается. Может быть, это, кстати, из-за того, что поэтические тексты до последних два года вышли самые разнообразные, и, в общем, к ним повышенное внимание. Что бы там ни говорили, как бы не относились по-разному к словам, что вот какой-то, ну, если не взрыв, то, во всяком случае, ощущение того, что поэзия как-то совершенно иначе в эти два года о себе заявляет. И говорит, ну, это действительно так. Мне кажется, что, в общем, и интерес к поэтическим книгам сегодня несколько больше, нежели был еще совсем недавно. Не знаю, как можно. Можно ли его измерить в количестве, которые покупаются, но, с другой стороны, тексты теперь живут не только в книгах, книга-то такая, сколько в столе, ну, лицо, да. Чем много всего под обложкой. Дженни, а скажи, пожалуйста, каким образом выбираются, ну, книги, понятно, здесь более-менее ясно, существуют самые разные рейтинги, как внешние, так и внутренние, ну, то есть, как те, которые претендуют на объективность и абсолютно субъективные, да, и здесь, по крайней мере, у меня сама проблема понятна. Если вот говорить, допустим, о событиях, об общей панораме, гуманитарной, я так скажу, не обязательно книжной, литературной, а просто вот гуманитарной жизни, на какие события, в первую очередь, обращаешь внимание и, может быть, даже поговорить, ну, вот, в качестве некоторого анонса, что или ретроспекции, что тебе показалось важным вот за последнее время, хотя бы с того момента, как слова вне себя стали уже доступны в Телеграме и в интернете, и на что ты будешь обращать в ближайшее время внимание, вот, о чём уже точно слова вне себя в ближайшее время написаны. Угу. Ну, тут на самом деле... Вы интересовались? Тут, во-первых, я должен сказать, что это не только я, нас трое, это Никола Охотин, Федя Трощенко и я. И мы, на самом деле, на многое смотрим похожим образом, но... то есть мы как бы помогаем друг другу замечать важные вещи, о которых обязательства нужно сказать. Как мы это выбираем? Это, конечно, скажем так, сам выбор довольно прост для нас, но объяснить, как он осуществляется, пожалуй, даже не так просто. То есть мы руководствуемся своими, наверное, представлениями о том, что такое хорошая литература, интересная литература, хорошо написанная, содержательная. Я прошу прощения, Оксана, за этот фермен, да? И, конечно, не зови с ними. Да, событий литературных в последнее время много. Тут, безусловно, нужно назвать посмертный сборник Анатолия Наймана, который был найден в его бумагах уже в виде оформленного сборника. Это совершенно замечательные стихи. И очень хорошо написал об этом Лев Аборин. У нас на сайте есть эта рецензия. Конечно, я бы отметила фокус Марии Степановой. Книгу стихотворений Михаила Азенберга «Не трогай нас». Это совершенно замечательные стихи последних, наверное, двух лет Михаила Натановича. Они и невероятно читаются, и невероятно звучат. Мне повезло услышать их на его юбилейном вечере в ДК «Рассвет» прошлым летом. Это очень-очень сильные стихи. И вот сейчас выходит книга Льва Рубернштейна, к сожалению, тоже посмертная. Это его неоконченная проза и стихи последних лет. Книга называется «Тайный ход» и издаёт её проект 24, о котором мы как раз и говорили. Да, в связи, в частности, с фокусом Марии Степановой. И мне кажется, что вот книга Льва Рубернштейна это действительно такое событие, событие, безусловно. и относящиеся к тому, что мы недавно собственно переживали. И я думаю, что вообще это важно. Да, немножко странно даже говорить о том, что действительно среди литературных событий последних даже, скажем так, месяцев столько посмертных изданий. Извините, столько, что среди литературных событий последних месяцев, столько посмертных изданий. Это... Ну, просто, наверное, и в частности потому, что столько смертей. Вот мы с тобой говорим, Женя, у меня в голове одно из последних чудовищных абсолютно событий. Это смерть Раиса Мордухна Кирсановой, гибель ее, по сути дела, убийство Раис Мордухна Кирсановой, совершенно замечательного человека и автора фантастических совершенно книг, которые связаны не только с историей костюма, но и, я бы сказал так, функционирование одежды и костюма в культуре, в театре, в литературе, в частности. А некоторые книжки абсолютно хрестоматийны, вроде Розовой Ксандрейки и Драдидамова Платка, это внимательное совершенно обращение к текстам 19 века. Так уж, мы, мартиролог, даже на протяжении самого последнего времени, когда мы начинаем ввести огромное количество имен. Так что с этим, к сожалению, ничего не поделать. Это как бы еще, ну то есть, это реальность, и еще одна сторона наших жизней и переживаний, которые постоянно с этим связаны. Уходят, уходят просто и поколения, и люди, ну вот я упомянул Раису Кирсанову, можно было бы вспомнить, не знаю, Владимира Якушевича, да, который, в общем, такая серьезная величина и в поэзде, но и тем более уж в переводе, да, вот уже, как кажется, человек, за которым стоят целые корпусы классических текстов, начиная от переводов Рильки, Шекспира, средневекового и рыцарского романа французского Критена де Труа, да, чего только на самом деле Якушевич не переводил, да, или песен скорбных, книга скорбных песнопений Григора Наркаци, один из переводов Владимира Якушевича. Это тоже на самом деле целая эпоха, которая вот у нас буквально на глазах уходит. И с этой точки зрения наше восприятие времени неотделимо вот от этих потерь и утрат. И уж кажется, что и со смертью Льва Семеновича Рубинштейна прошла целая эпоха, уже как-то по-другому. Уже есть время после Рубинштейна, потому что действительно казалось, что, ну как, ну непонятно, как вообще будет складываться жизнь, да, вот в этом смысле смерть Льва Семеновича, конечно, совершенно по-особому переживала. Ну да, но вот это всё к событиям и к книгам, события связаны с книгами. Да, Жень, прости, я... Извини, извини, кроме посмертных, да, кроме посмертных книг, ещё одна такая, скажем, довольно новая история. Это книги, написанные в тюрьме. и это ещё одна книга, которая сейчас выходит, о которой мы будем писать, и отрывок из которой будет опубликован на сайте вскоре. первая книга «Бабельбокс Берлин», книга Жень Беркович, написанная для её детей в тюрьме. Да. Да, это тоже такой жанр, который будет, видимо, если не развиваться, то, во всяком случае, с этим жанром мы будем сталкиваться. Совсем недавно я говорил с Андреем Пивоваровым, и он тоже, в общем, задумывается о написании такой книги. Я так понимаю, что это будут скорее такие тюремные очерки, и его, собственно, опыт пребывания сначала в Краснодаре, да, а затем уже в Карелии, в другой совершенно тюрьме. И вот возвращает нас к этому тюремному жанру, но у Жени Беркович немножко, ведь всё-таки это другое, да, это же, это вот, можно сказать, что это детская книга, да, или книга... Это детская книга, но взрослым тоже будет интересно. Это Женя Беркович, классическая Женя Беркович, никто Женя Беркович у Жени Беркович не может отнять. Я не буду рассказывать о чём, я считаю, что всем её надо прочитать, но да, она такая семейная, детская, подростковая книга, очень весёлая, что поразительно. Об этом написала Анна Наринская в Moscow Times, она написала об этой книге очень хорошо, что действительно Женя делает то, что, казалось бы, в первую очередь от неё не ожидается, то, что запрещено. Она смеётся над всем, что её окружает. Жень, давай, может быть, уже в завершении нашей беседы поговорим о некоторых событиях, которые вот мне тоже кажутся важными. Ну вот премия-просветитель, которая будет вручаться уже, да, буквально через три недели, по сути дела. А это с одной стороны. С другой стороны, поскольку мы же всё-таки думаем о некоторых связях, да, о том, что это событие, которое относится не только к диаспоре, но и разумеется, может быть, даже и в первую очередь к России. Опубликованы списки финалистов премии Андрея Белого. Первой независимой российской премии с уже достаточно серьёзной традицией, негосударственной и неденежной, между прочим, которая, несмотря на что, просуществовала. И, глядя на имена, которые вошли вот в эти шорт-листы премии Андрея Белого, ну, в общем, кажется, что премия Андрея Белого подтвердила свой статус независимой, абсолютно самостоятельной премии, которая эту свою особенность и независимость подтверждает. Ну и премия Просветитель. Будут ли об этом материалы, может быть, ещё о чём-нибудь любопытном скажут слова вне себя в ближайшее время? Конечно, об этом будут материалы, и мы будем писать о книгах из шорт-листа не потому, что они в шорт-листе премии, а потому, что это просто важные и хорошие книги. Дело в том, что, мне кажется, премия Просветитель, безусловно, очень важная премия, и она, пока она ещё проходила в России, она была таким, что ли, оплотом какой-то рациональной и независимой мысли, я бы так сказала. и премия Андрея Белого, судя действительно, ты прав по выбору текстов вот этого года, тоже сохраняет свой независимый статус, и ни на что не оглядывается, кроме качества текста. Тексты действительно выбраны очень качественными, но как бы для нас премия, наверное, это скорее новостной повод, просто, чтобы написать о хороших текстах. Мне кажется, что институт премий сейчас, вероятно, будет терять какое-то своё значение, потому что как бы система, в которой они функционируют, она не очень понятна. нет в общем-то никаких больше иерархий, кроме горизонтального диалога. Премия всё равно устанавливает некоторую шкалу, назначает таких луцов. Сейчас какое-то такое удивительное время, когда сообщество пишущих и читающих людей настолько с одной стороны рассеяно, с другой стороны по каким-то совсем другим принципам пересобирается, что возможно нужны либо другие премии, либо вовсе никаких не нужно. Нужна какая-то другая. Понятно. Западным издателям об этом скажите, Жень. Я учитываю, что российские авторы многие уже получили зарубежные премии, я думаю, они порадуются этому тридцать. Я сейчас говорю про российские премии, скорее. Западный мир пока ещё стоит на своих глиняных ногах, и премии там имеют какое-то значение. Глинные ноги оптимистично прозвучат. Чудесно. Писатели. Пусть российские писатели получат западные премии, и как-то им станет полегче жить. Ну, всё-таки на самом деле премия, помимо собственно награждения или влияние на статус репутации, или совершенно условное размещение в некоторой абсолютно условной авторской иерархии, это, как всегда, на самом деле возможности для самих авторов совершенно по-другому манифестировать себя и представлять свою книжку в самых разных аудиториях. вот, например, тот же самый фокус, да, фокус, да, фокус Марии Степановой благодаря, в частности, да, и благодаря, собственно, тому, что и сама Мария Степанова лауреат неоднократных премий, да, это ещё и возможности, и благодаря разного рода грантовым поддержкам, это ещё и возможность объездить достаточно большое количество самых разных мест, и, собственно говоря, сам фокус во многом как раз и посвящён именно этой жизни литератора за рубежом, который благодаря, в частности, премиям и грантовым поддержкам разъезжает по городам Европы и несёт разумное, доброе, вечное самым разным людям. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы можно было нести разумное, доброе, вечное, просто на крыльях разумного, доброго, вечного. Ой, иллюзия, иллюзия, Женечка, иллюзия и утопия. К сожалению, иллюзия и утопия. Ну, да, наверное, в любом случае, конечно же, это событие, которое, с моей точки зрения, это важно хотя бы потому, что это привлекает внимание к самой книге, да, потому что премия всё-таки указывает на те книжки, которые, понятно, что выбраны субъективно, но, тем не менее, какая-то доля попадания существует, да, и внимание концентрируется. Ну, например, премия Андрея Белого будет вручаться на ярмарке нон-фикшн, насколько я понимаю. Если мы говорим о том, что премия это в том числе, да, ну, вот какой была премия просветитель, и сейчас тоже только она происходит, и вручение её происходит не в Москве. В Москве это было всегда такое очень тёплое, пёстрое, какое-то напитывающее энергию собрание людей в разных областях знания, да. Если мы говорим про ярмарку нон-фикшн, на самом деле у меня есть большие сомнения в том, стоит ли на ярмарке нон-фикшн проводить вообще что бы то ни было. Понимаешь, вот говорить о том, ну, я там не была последние годы, я слышала много рассказов людей, которые там были, туда ходили, и наверное, если бы я была в Москве, я бы не пошла туда и на вручение премии Андрея Белого мне кажется, что сейчас не то время, когда можно находиться даже на одной площадке с некоторыми, скажем так, людьми, которые считают себя представителями литературы национальности. Но с другой стороны, а какую площадку можно придумать для премии Андрея Белого? Какой выход? на берегу Москва-реки. Ну, может, это как раз было бы в духе, почему, правда, наверное, не вы всё-таки, когда в лучах пурпурного заката стояли вы на берегу не вы, да, поскольку премия петербургская же во многом тогда на берегу не вы. нон-фикшн, поэтому... Да, 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 вот. Конечно. Ну, да, наверное, наверное, хотя, хотя иногда кажется, что хотя бы какие-то связи, вот, за какие-то связи ну, важно и необходимо держаться. Премия-просветитель не случайно будет, собственно, проходить, на самом деле, одновременно и в Берлине, и в Москве. И в последний раз просветитель пытался хотя бы в виртуальном пространстве соединить аудиторию самую разную, израильскую, ну, если вспоминать самые разные церемонии, московскую и берлинскую. И, несмотря на разного рода трудности, противоречия и действительно невозможность находиться иногда в одном пространстве с целым рядом представителей даже не политической, а гуманитарной мысли, тем не менее ощущение того, что люди, по крайней мере, думающие, если не так же, как ты, то во всяком случае созвучные к тебе, с тобой, звучащие в некотором резонансе, а не в диссонансе, в унисоне, существуют как за пределами России, так и в ней самой, оно чрезвычайно важно. Мне так кажется, во всяком случае, но чтобы просто надежды настаиваем, потому что мы пишем и о книгах, выходящих в России, и о книгах, выходящих за рубежом, и авторы наши, те, кто пишут для нас, тексты находятся тоже везде, но все-таки есть площадки, но пишем, которые... Да, к сожалению, ну да, изменилось, ничего не поделаешь, хотя, разумеется, наверное, многие из тех, кто сейчас в России, скажут, ну хорошо, а где и как, и каким образом увидеть, во всяком случае, ту литературу, нон-фикшн, действительно была главной ярмаркой, и это точно, совершенно главной, и едва ли не единственной в России, на протяжении очень долгого времени, и во всяком случае, стала, до пандемии, так скажем, это главный, действительно, международный книжный форум, и аналога так, ее не существовало в России, несмотря на многочисленные, ну, в смысле, на целый ряд книжных ярмарок самых разнообразных, и да, слово международной в нынешней ситуации к ярмарке, нон-фикшн, так же, как к любому другому книжному форуму в России, вряд ли будет подходить, это уже, это уже, пусть будет, там будут корейские писатели, китайские писатели, всякие, ну, да, наверное, в этом смысле, в этом смысле, международной, в этом смысле, конечно же, некая интернациональность, она будет присутствовать, безусловно, но, но, уж, настолько ограничен состав этих участников, вот, как мы видели, если сравнивать с тем, что было, победнее, победнее, все-таки, выглядит победнее этот статус, он скорее приближается к московской осенней ярмарке, вот, опять-таки, до пандемических времен, по своему, по своему характеру и масштабу. Женя, в завершении нашей беседы, во-первых, еще раз я скажу, что портал «Слова вне себя», я его всем рекомендую, потому что, это действительно возможность, во-первых, найти нужную информацию, а, во-вторых, который соединяет портал, который соединяет в себе, собственно, анонсы, информационность и аналитику, и мне кажется, это чрезвычайно важно, потому что, ну, ты стал говорить о том, что не так много осталось площадок в России, которые рецензируют, откликаются на что-то, да, но на самом деле и вообще, если уж так подумать, аналитического материала, серьезного взгляда, а не просто анонсов, рецензий и реакций на вышедшую книгу, есть ощущение, что не хватает. Так все-таки в завершение я хотел спросить уже о твоих собственно творческих планов, есть они или нет, или все занимает редакторская работа, и вот эту опцию автор и поэт ты как бы никак сейчас в себе не развивать. Нет, я готовлю книжку, готовлю книжку, надеюсь, что она будет часть из этой книжки, подборка последних стихов, выйдет в журналь Пятая волна в ближайшем, а книжка, ну, боюсь что-то говорить, потому что я ее собственно обещала перед началом войны, собиралась сдать в феврале 22-го года, но как-то не получилось, но на самом деле это может быть к лучшему, потому что дописалось что-то, в этом смысле к лучшему, да, что-то дописалось, и да, скоро будет книжка. Будем ждать. слова мне себя расскажут, они анонс дадут какой-нибудь. Анонс дадут. А название есть уже или нет? Нет, название пока нет, я его придумала, но тоже поменял, потом название будет. Желаю тебе всяческих успехов, самых разных, творческих, и еще раз обращаю внимание на портал слова мне себя. Важное литературное и гуманитарное событие, как мне кажется, и дающее надежду, и самое главное, что это повод и материал для разного рода размышлений. Женя, спасибо. Счастливо. Спасибо тебе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова